Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это, наверное, первая часть гайда по Darkest Dungeon. Я решил его разделить на две части. В первой будет развитие вашего поселения, то есть, собственно, скорее это стратегия. А тактика, то есть, что, по-моему, лучше всего делать в битвах, ну, когда вот вы уходите, собственно, в подземелье, я вам расскажу в следующем гайде. Что по поводу развития? Ну, во-первых, чтобы улучшать ваши постройки, вам будут нужны вот эти четыре ресурса. В игре это бюсты, портреты, купчие и гербы. Получать вы их можете только выполняя задания в ваших путешествиях. Только там ни купить, ни как-то их еще добыть невозможно. Так что, в любом случае, вам придется ходить и в руины, и в бухту, и в чащу, и в заповедник, и там их получать. На самом деле, их довольно много. То есть, это вначале кажется, что сложно прокачивать ваши здания. На самом деле, нет. А вот что важно, это что же из этих зданий прокачивать в первую очередь. По моему мнению, это гильдия и кузница. Даже более, скажу, скорее гильдия, в первую очередь. Потому что она позволяет улучшать навыки ваших героев. А чем лучше навыки, собственно, тем больше урона, или наоборот, больше защиты вы сможете создать во время битвы. Ну вот, тут всего два режима улучшения. Это режим подготовки и мастерство инструктора. Режим подготовки уменьшает стоимость апгрейда. Ну, давайте какую-нибудь возьмем. Наверное, у меня... Ну, это полностью про апгрейджен. Видите? Уменьшает на 10% каждый уровень. Я считаю, что в первую очередь стоит именно прокачивать все в любом здании, в первую очередь прокачивать то, что уменьшает стоимость. Потому что самые большие проблемы в игре всегда это золото. У вас много куда его надо тратить, много что требует золота, но при этом его не так много в течение игры. И вы примерно из своего путешествия 10-15 тысяч приносите в среднем. А прокачать надо многих героев, дать им улучшенную броню и так далее. Так что я рекомендую, что в гильдии, что в кузнице... Что в кузнице прокачивать в первую очередь то, что удешевляет улучшение у ваших героев. Вот у кузницы это топка, в гильдии это режим подготовки. После этого, естественно... Ну как, я не считаю, что сначала прокачать уменьшение стоимости, а только потом основные. Надо их параллельно прокачивать. Просто в первую очередь, если у вас выбор стоит либо то, либо это, то в первую очередь уменьшение стоимости. Но если вы не прокачаете, например, мастерство инструктора, то вам, соответственно, и деньги будет не на что тратить. Потом прокачиваете, вот мастерство инструктора, каждая подготовка дает возможность поднять на какой-то уровень навык. То есть пока ничего не прокачано, вы, соответственно, вот, например, уход в тень даже на первый уровень прокачать не сможете. Прокачано на три уровня, вот, соответственно, я на три и могу поднять. Когда прокачаю до четвертого уровня, ну, в данном случае до пятого они называются, потому что вот это первый уровень, потом второй, третий, четвертый, пятый. Тогда смогу и уход в тень прокачать, например, до пятого уровня. То же самое касается и кузницы. Только в данном случае вам еще надо будет прокачивать отдельно оружие, отдельно броню. Ну, что в первую очередь, это зависит от вашего стиля игры, на самом деле. Потому что партии разные. В этих партиях герои по-разному взаимодействуют. Некоторым героям, по-моему, вообще броня, в принципе, не особо нужна. Потому что у них высокий уровень уклонения. Ну, вот, хотя, да, что я говорю, тут броня и уклонение тоже дают в зависимости от класса. Кто-то у вас чисто на урон идет, знаете, такой танк, которого все остальные, наоборот, вешают защиту и прочее. Ну, это вы смотрите по ситуации. Но прокачивать все равно надо. Только в данном случае еще надо иметь в виду, что уровень тоже влияет на... Так, ну вот, давайте Ефима Шифрина используем. Уровень тоже влияет на возможность прокачивания. То есть я вот, несмотря на то, что оружие прокачено до третьего уровня, я не могу у Ефима Шифрина прокачать оружие и броню до третьего уровня, потому что он сам только первого уровня. То есть тоже баланс в игре. Если у вас все герои первого-второго уровня, то прокачивать кузницу до третьего вам не имеет смысла, потому что вы ее просто не сможете использовать. То есть вы можете прокачать броню до того уровня, на каком находится сам герой. Ну вот Авицену я, например, могу еще прокачать в данный момент. А вот Даша Гуд не сможет прокачать, потому что он на нулевом уровне, у нее никаких бонусов не будет. Надо сначала сходить в подземелье, что-нибудь получить. Дальше. Есть монастырь... Как монастырь и трактир снимают стресс? В принципе, они одинаковы по тому, что они дают. Но тут проблема в том, как бы, зачем целых два здания сделали. А проблема в том, что у некоторых ребят, некоторые ребята просто не хотят ходить... Ну вот, например, смотрите, Фан-Фан у нас только в борделе снимает стресс. На данный момент он, собственно, куда-то свалил, кстати. Он где-то гуляет. Он настолько наборделился. Я его отправил в бордель. Ну, это все написано в фамильных мемуарах, когда возвращайтесь. Вот сейчас я загрузил сейф. Тут не написано, куда Фан-Фан свалил. Вот герои с таким вопросиком, это значит, что они после снятия стресса либо долго там где-то путешествуют, либо куда-то пошли. Ну вот, в Клуатре у меня снимает стресс. Ведь я скольцозапашный и чмо после путешествия, которое я с плейвом снимал. Лучше всего, конечно, использовать Клуатр и Бар. Не лучше всего, а дешевле всего. Тут на самом деле везде могут быть проблемы, но Бар и Клуатр самые дешевые. Проблема в том, что в Баре ваш герой есть вероятность, что он получит алкоголизм, который вам придется потом в лечебнице лечить, с которой я тоже вернусь. В Клуатре, по-моему, нету никаких минусовых способностей, поэтому я всегда стараюсь в Клуатр отправить. Но здесь проблема, что герои иногда могут сказать, что они познали что-то через медитацию, отправиться путешествовать по святым местам, как минимум. И они будут недоступны несколько недель. Такое тоже бывает. Что прокачивать? Ну, как всегда, я рекомендую в данном случае параллельно идти. То есть прокачали Клуатр, потом Трансцентром залпы каяния. Опять Клуатр. И вот видите, тут через одно улучшение. То есть сначала быстрее стресс, потом меньше стоит, потом увеличивает свободное место. Теперь опять меньше стресс, дешевле стоит, и опять увеличивает свободное место. Вот тут у меня будет три места. На самом деле, мне уже двух мест по-хорошему хватает. Хотя у меня список полон, и я, кстати, даже больше не могу. Уже... Да, я полностью заполнил казарм, я уже больше героев не смогу принять. И мне двух мест хватает. То же самое касается и Бара. Видите, сначала ускоряет стресс, потом удешевляет, потом уколичество мест. Ускоряет восстановление после стресса, удешевляет лечение, увеличивает количество мест. Я не знаю, стоит ли мне, например, увеличивать, вот дальше прокачивать вообще игровой зал и бордель. Тем более, что они требуют картины, а те же самые картины требуются и для гильдии. Я лучше гильдию прокачаю, эти 33 картины мне надо. Сохраню для гильдии эти картины, чем для трактира. Естественно, опять же, в первую очередь, я прокачал библиотеку лечения, потому что оно и удешевляет, и быстрее делает, чтобы легче болезни снимать. Вот тут проблема в том, что лучше прокачивать лечебное отделение, чем палаты. Палаты снимают проблемные черты характера и поведения, но дело в том, что это очень дорого стоит. Вот, например, у Ибрагима, ну что, компульсивность. 750 – это еще нормально, но это только первая черта. А вы, когда будете играть, у вас эти черты накопятся до 5 уровня. И у 5 уровня, во-первых, дохрега, а теперь, во-вторых, посмотрите, сколько они стоят. 5 тысяч. 5 тысяч. Ну, вот такие серьезные проблемы. Те, которые поменьше, они меньше стоят. И их снимать – большая проблема. И на самом деле я даже рекомендую, вот если у вас человек действительно набрал серьезных проблем, которые влияют на его... Ну вот в данном случае, смотрите, клаустрофобия – не очень страшная проблема. Самоистязание тоже. Ну, подумаешь, я... То есть он снимает стресс только вот в зале покаяния. Видите, больше я никуда его не могу отправить. Дальше... Клептомания. Ну, блин, проблема, но он просто залазит в мешки и забирает себе какие-то вещи. Это, ну, на самом деле, не так страшно. Фиг с ним. А вот амблиопия уже проблемка. Потому что минус 5 меткости – это не очень приятно. Но здесь, в данном случае, истязатель у нас не дальнобойный чувак. Он у нас пользуется мечом, то есть рукопашный. Получается, что вот это минус 5 меткости на него по-хорошему не действует. То есть на самом деле все 4 его отрицательных качества меня устраивают. Я не буду на них тратить. Но если бы у меня тут было минус к урону процент, минус меткость к рукопашным навыкам и прочим, и они бы стоили по 5000 снятия, то я бы даже, несмотря на то, что он 5 уровня чемпион, я бы его просто удалил, отпустить героя. То есть не стесняйтесь этим заниматься. Если у вас герой набрал этих отрицательных навыков, то снимать их в лечебнице за 5000... Ну ладно, пятый уровень 5000, давайте глянем четвертого уровня. Гаготун у нас. Сколько стоит? Ну 4000 должно быть. Нет, 3750. Это при том, что у меня прокачано полностью скидки все. Представьте, 50% было бы наоборот плюс, если бы не было прокачано. Многие почему-то думают, что 2GIS это просто какая-то карта, которая работает оффлайн. Нет, там множество фильтров. Вот, например, это полезный помощник для тех, кто присматривает новую квартиру. Вы не только можете посмотреть новостройки на карте, но и поставить нужные фильтры. Сроки строительства, стоимость квадратного метра, варианты планировок, материал дома и многие другие параметры. И все это опять же оффлайн. Так что заходите на 2GIS.ru, скачивайте программу под вашу платформу и пробуйте 2GIS, если быть точным. Богобоязненность меня тоже не смущает, потому что только молитвой, ну, вполне, я его могу отправить, у меня не бывает такого. То есть в данном случае он только в Клуатре может, по-моему. А не, в Транцепте. В Транцепте только снимать, вполне туда пойдет. Но если бы, давайте, может, найдем кого-нибудь. Так, по уровню я отсортирую. У кого-то вот серьезные такие. Ну, минус 1 крит не очень приятно. Ну, тоже не... Минус 10% к оглушению. Ну, все нормально на самом деле. Только бордель. Минус 5% оглушевного объема. Тоже так, так. Этого мы смотрели. Шнос у Пупсика. Минус 10. Ну вот, минус 5% очков здоровья. Если бы это был у танка моего, на которого постоянно нападают, это уже была бы проблема. Но Пупсик у нас висталка. То есть, она лечит. Она у нас сзади стоит. И, в принципе, для нее это так себе. Небольшой минус. Зоя Дмитриевна. Вот, страх нежити, это уже проблема. Потому что минус 10 меткости против нечисти. И плюс 15% урона от стресса. Это проблемы. Потому что очень много есть в игре монстров, именно нежити, которые серьезный стресс добавляют. А тут еще плюс 15%. Это фигня полная будет. Ну и вера в собственную одержимость демонами. Она просто иногда у вас в течение похода всякие прикольные штуки будет. То есть, я бы вот такое не убирал чисто ради фана. Чтобы поприкалываться. Сильная жажда алкоголя. Опять же, в течение похода он может что-нибудь вытворить. Или он, по-моему, лечится от стресса только в трактире. Ну, он уже сейчас у нас в трактире, собственно. Так что... Ну вот, а здесь, видите, как я вам говорил в предыдущем видео, вот эти два отрицательных качества, как бы, они нивелируют друг друга. Мне их нет смысла убирать. То есть, у него и повышенный шанс проиграть деньги, но при этом ему нельзя играть в городе. Его просто не пустят в игровой зал. Если бы у него просто был вот один такой плохой игрок, да, повышенный шанс проиграть деньги, то была бы вероятность, что я его мог бы отправить только в игровой зал, и он бы реально проиграл мои деньги. Такое бывает тоже. Но в данном случае, слава богу, это никак не отразится на пансе. Так что палаты, проблемные черты, мне кажется, если они у вас многочисленны, у вашего героя, то героя лучше просто отпустить и начать прокачивать заново. А проблемные черты, конечно, желательно... Так вот у нас тут, видите, еще парочку человек с болезнями. Давайте глянем. Болезни я рекомендую все лечить обязательно, потому что лечение их стоит недорого на самом деле, а проблема от них есть. Ну, смотрите, у Мони минус 10% урон, минус 3% скорость и минус 10% максимального здоровья. Естественно, это все снимать надо, потому что она у меня, ну, как бы атакующая, она всякие фиговины делает во время боя. То есть это не какая-то поддерживающая, не поддерживающая герой. Ей нужен именно урон и скорость, тем более для воровки. Да и очки здоровья у нее и так немного, их 22, видите. Ну вот, и... Кроме того, вот эти плохие качества, вот их лучше снять, пока она на первом уровне. Одержимость вещами это фиг с ним, она будет, опять же, лазить в течение... Ну, хотя тоже не очень приятно, просто она лезет куда-то во время движения по карте, да, залазит и может получить еще отрицательных качеств. Ну, а боязнь мистики, опять же, вот, самая фиговая, это минус меткость и плюс 15% урона от стресса. Это серьезные штуки. То есть она и убить этого мистика не может, и стресс от него офигенный получает. Так что это все снимать надо. Ну, сначала болезни, естественно. Все снятия проходят в течение недели, но могут и затянуться. Тогда вы, вот, у героя получите вот этот вопросик. Это значит, что... Не знаю, что там с ним он все снял, но он пошел куда-то. При этом, кстати, еще есть вероятность, что вы лечите, но и... Например, что-то вылечили, но при этом получили еще какой-то минус. Тут такое, знаете, случайности... Ну, опять же, весело там... Случайно иглой что-то не туда проткнули и получили какую-нибудь очередную болезнь. Или вот у Уллиншпигеля у нас булимия. Минус 20% лечащие навыки в лагере. Ну, это уже не особо страшно. Значит, я выбираю между Мони и Уллиншпигелем, что Мони надо вот озноб полечить. Видите, у меня больше нет мест в палатах. Так что Уллиншпигель, минус 20% здоровья в лагере. Меня это устраивает, честно говоря. Так, про основные здания я, в общем, рассказал. У нас еще есть два таких вспомогательных. Ну, дом лесника позволяет только получать для лагерной навыки прокачивать... Ну, вообще он у вас не сразу и будет, дом лесника. Он у вас будет доступен через несколько походов только. И, соответственно, прокачивать лагерные навыки, пока у вас не появились подземелья с возможностью отдыха. Потому что, опять же, у вас первые подземелья 20 без стоянок будет. Ну, будьте просто... Там они очень быстрые будут. Раз нету стоянки, соответственно, и лагерные умения вам не нужны. Так что прокачивать дом лесника вначале не имеет смысла. Но он, правда, требует только гербы. А гербов у вас будет дофига, на самом деле. И у вас каждое путешествие дает гербы. Так что... Вот сейчас, например, коплю на кузницу, да? Нет, на гильдию. Не, на кузницу. На кузницу коплю, забыл. Вот мне надо, видите, еще 42 купчие. Я 42 купчие наберу, наверное, в следующем путешествии. То есть у меня плюс 8 купчих всего осталось. И у меня будет еще дофига гербов, на самом деле. Потрачу только 28 гербов. У меня там их штук 60 останется после этого. А тут на дом лесника 130 надо. Потом еще где-нибудь потрачу. И вот уже можно, собственно, улучшать дом лесника. Просто все улучшения просто уменьшают стоимость этих лагерных навыков. Потому что, опять же, вы когда берете в дилижансе новых героев, у них у всех, несмотря на одинаковые, вот, например, два оккультиста, да? У одного вот такие навыки, у другого вот такие навыки. Другие совершенно. Это вот в бою навыки для боя, это лагерные навыки. И чтобы открыть другие, вам придется платить. Те навыки, которые у вас не открыты, вот, например, в гильдии, положим, Авиценна, вот у меня этот навык не открыт. Каждый новый навык надо 500 золотых платить. Всегда есть четыре навыка. То есть в данном случае для Авиценны я заплатил тысячу, чтобы открыть те навыки, которые мне хотелось бы. Не знаю, наверное, опять же, надо будет отдельный гайд еще по героям сделать. Но тут проблема в том, что я не думаю, что в этой игре есть реально вот какие-то имба-герои и какие-то хреновые герои. Тут вам, во-первых, по-любому требуется каждый раз новую партию создавать. У вас не получится одной и той же партии играть. Ну, я говорил это, собственно, в обзоре игры. А во-вторых, вас монстры накажут, если вы будете одной и той же партией постоянно играть. Так, значит, еще я не отметил цыганскую кибитку, но, честно говоря, я ее вообще не трогаю, просто потому что у меня постоянно нет денег на покупку артефактов. Это раз, то есть цыганская кибитка продает артефакты, а два, у меня этих артефактов, собственно, немерено. По-хорошему. Я их продаю периодически, когда требуется. То есть я оставляю то, что мне вот реально, те артефакты, которые мне нравятся. И последний дилежанс рассмотрим. То есть я вначале, когда начал играть, думаю, во, нафига мне его прокачивать, у меня тут герои всегда будут. Ага. Первый же раз, когда мне положили всю партию, сразу захотелось дилежанс прокачать. Ну, тут две прокачки. Первая расширяет выбор героев, а вторая увеличивает количество героев у вас. Естественно, я рекомендую, в первую очередь, казармы героев прокачивать и как можно быстрее их собирать. Я вам для начала рекомендую брать обязательно всех разных героев, чтобы для начала, чтобы просто посмотреть, что это за классы такие, нравятся они вам или не нравятся. Я собирался, вот, знаете, я, наверное, по классу рассортирую. Я примерно по две штуки каждого брал. Но, к сожалению, мне не очень везет на прокаженного. У меня только один, и, похоже, у меня пока больше и не было, на самом деле. Или они были тогда, когда я их не мог взять. Ну, зато, видите, три крестоносца зачем-то. Я бы лучше вместо одного крестоносца одного прокаженного взял. Ну, в принципе, если появится, то я, наверное, феофилакта удалю просто и возьму кого-нибудь прокаженного. Так всех по два. Вот два выродка, два воителя. Их в интернете одноглазыми называют. Я думаю, понятно, почему. Вот разбойников у меня тоже два было. Панчо и Пан... Не, Санчо и Панса. Я думаю, понятно, почему. Но не очень мне этот почему-то класс нравится. Санчо я ударил. Хотя он до пятого уровня, по-моему, прокачался у меня. Вот уже три оккультиста. Но оккультиста и весталки у меня по три, потому что это важные герои, лечильные. Я вообще в партию без лечильных героев не хожу. И поэтому у меня их шесть штук, считайте. Ну, а всех остальных по два. Вот два дрессировщика, два шута, две могильных воровки, два чумных доктора, два арбалетчика. Вот, единственное, у меня нету наемников. У меня было дофига, на самом деле, наемников, но они меня почему-то дохнут. Сейчас вам покажу. Это все, кто у меня умерли. Так, где тут... Вот, раз наемник, два наемник. А, вот еще есть, кстати, дикарки. Тоже хорошая штука. И она у меня на четвертом уровне умерла. Мы там ходили босса бить. То есть, видите, у меня нету наемников и дикарок, к сожалению. Ну, надо бы, наверное, вот вместо рыцаря я все-таки возьму кого-нибудь из них. Попробуйте, что вам понравится, тем и пользуйтесь. Ну, думаю, на этом все. Про город мои мысли я рассказал. Следующий гайд я сделаю про поход, что брать с собой и так далее. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет. Не забудьте поставить лайк, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.